Представители 19 городских организаций и предприятий входят сегодня в Совет работающей молодежи Вологды. За год ими проведены десятки мероприятий. Это спортивные соревнования, творческие выставки и конкурсы профмастерства. В них приняли участие более 20 тысяч человек. Итогами работы и планами на будущее Вологодская молодежь поделилась с главой города Евгением Шулеповым. На встречу побывала и наша съемочная группа. Объединение молодежных советов предприятий создано в январе 2012 года при поддержке городских властей. В него входят представители таких городских предприятий, как Вологодский подшипниковый завод, оптикомеханический завод, тепличный, Вологдаэнерго и многих других. Молодые активные вологжане активно включились не только в общественную, культурную и спортивную жизнь Вологды, но и в реализацию социально значимых проектов, нацеленных на развитие всего города. В 2011 году приняли стратегию развития города до 2020 года. Нашу стратегическую цель, главную нашу задачу мы определили очень просто – сделать наш город одним из самых комфортных городов России для жизни. В этой стратегии прописано порядка 250 проектов, которые мы должны будем реализовать на территории Вологды. Один из таких проектов – «Битва профессионалов» – разработан для работающей молодежи. В 2013 году он прошел впервые и вызвал небывалый интерес у Вологжан. В слете работающей молодежи в фотопроекте и даже конкурсе красоты и профмастерства приняли участие более 20 тысяч человек. Но все рекорды популярности побило «Спартакеада» трудовых коллективов. Более 40 предприятий, свыше 2000 участников, которые бьются за победу в 11 видах спорта. На данном этапе у нас проходит обновление трудового коллектива, приходит огромное количество молодых работников. И «Спартакеада» среди трудовых коллективов способствовало, так скажем, более быстрой адаптации, сплочению, командообразованию. Молодежь не только активно включилась в городские проекты, но и готова вносить свои предложения. На фоне растущей популярности велосипедного спорта, летом мы можем видеть большое количество велосипедистов у нас на улицах города, хотелось бы предложить включить в рамки «Спартакеада» еще и, возможно, соревнования по велокроссу. Давай, давай, давай! Велосипеды уже освоили и участницы городского конкурса «Леди успех», который в 2013 году прошел впервые. 36 участниц боролись за победу, демонстрируя не только красоту и обаяние, но и мастерство и таланты. За них отдали голоса более 16 тысяч волокжан. До финала было проделано колоссальное количество работы, но финал был ярким, незабываемым. Несмотря на то, что после финала у меня было еще очень много мероприятий, в городских которых я участвовала, «Леди успех» для меня останется навсегда в моей памяти, в сердце. Огромный интерес у волокжан вызвала и фото-выставка «Профессия в лицах». В этом году члены Совета молодежи предлагают вывести проект на новый уровень – устроить конкурс видеороликов по профессиям. Представление своей профессии также будет как профориентационная работа и устроить, может быть, какой-то такой конкурс. Потому что очень большой ажиотаж, адреналин, состязания по этим голосам. Еще одна идея, как привлечь молодых перспективных специалистов на предприятие, прозвучала из уст кадровиков. Как раз в рамках проекта «Битва профессионалов» можно устроить молодежные экскурсии на заводы. Пусть они школьникам рассказывают, стоят молодые, рассказывают, как хорошо работают на нашем предприятии конструкторам, технологам, стольерам, свадшим и так далее. Потому что расприятие молодежи из уст молодежи, оно, наверное, все-таки будет несколько другое. Все эти предложения городские власти готовы учесть. Свою идею высказал и глава города Вологда Евгений Шулепов. Новый проект, в основе которого популярная игра «Зарница» не только объединит молодежь, но и даст новый толчок военно-патриотическому воспитанию. Учения будут проходить в течение трех дней, пятница, суббота и воскресенье. Будут проходить в боевых условиях. Территория определена – это поле Оковосановской рощи. Будет участвовать от 300 до 500 участников команды трудовых коллективов, команды университетов, команды наших ТОСов. Участники Совета молодежи города идею поддержали. Учения станут еще одним ярким событием в жизни областной столицы и дополнят широкий спектр мероприятий и проектов, которые городские власти реализуют для молодежи города, а значит и для будущего всей Вологды. Александра Шер, Антон Лукьянов, Вологда Портал.